Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. И сразу, наверное, я отвечу вам на вопрос. На один из вопросов. А по поводу того, что это? Знаете, я легко могу поверить в то, что человек на самом деле вас любит и на самом деле вами дражит. Я довольно легко могу в это поверить. Но также я довольно легко могу поверить и в то, что он ревнует. И также я довольно легко могу поверить в том, что человек эгоистичный. По той достаточно простой, на мой взгляд, причине, что... Прошлое отношение к своему человеку. Ну, мужчина выстраивал далеко не лучшим образом. В том смысле, что... Там, вероятно, жена его как-то использовала. Вероятно, жена сделала какие-то вещи не самые приятные для мужчины. Вот. В следствии чего у него выработалась вот такая вот подозрительность. В следствии чего у него выработалась вот такая... Ну, такое осторожное отношение к всем, в том числе и вам. Ревность это что такое? Это... Как правило, заниженная самооценка. Это... Это... Как правило, специфическое отношение к сексу. Это желание все контролировать. Это... Сравнивание себя с другими людьми. Не помню, как барыль я или нет. Вот. И это негативный опыт измен. То есть именно вот такой... Ну... Травмирующий опыт измен. Что значит травмирующий опыт измен. Травмирующий опыт это означает, что... Меняет представление о самом себе. Вот так. И да. Проблема резности. Проблема... Проблема резности. Проблема... 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 Контроля. Скорее всего... Сама по себе. Не уйдет. Потому что... Ну извините. Человек... Сам в этом... Для себя... Не видит... Никакой... Слой сложности, да. И... И... Соответственно... Зачем ему... Менять. Вот. Тому... Ждать... Того... Что... Мужчина изменится... Ну... Я... Я бы не рекомендовал... Мягко... Мягко говоря... Потому что... Скорее всего... Не изменится... Вам нужно будет знать... Что на данный момент... Мужчина ваш... Именно такой... Он... Ревнует... Он... Пытается контролировать... Он... Он... Боится... Эмоциональной близости... Вот... Боится стать... А... А... Завис... Зависимым... Отвал... Например... А... А... И... Соответственно... Это проблема... Вот... В принципе... И все... Другой вопрос... Что... А... Вы... Например... В эту игру... Играете... То есть... Вы... Пытаетесь ему объяснить... Что... Измен нет... Подкрепляете его... Такое поведение... Тем... Что... Оправдываетесь... Тем... Что... Пытаетесь... Что-то объяснить... А... Здесь проявляется... По сути... Ваша... Уже... Собственная... Противоречивость... Внутренней... О которой... Я... Тоже... Хотел бы... Поговорить... Немножко... Итак... С... Мужиной... Я... В отношениях... Полтора... Года... У... Него... У меня... Это... Сменей... Брак... Раз в год... Очень... Важно... Понимать... Из... Из... Чего... Развели... Вы... Человека... Вы... 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 Мужину... Вы... 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 Выходили... За... Человека... Замыш... Вот... И... Соответственно... Как получилось... Вы... 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 Ну... Я вас... Не обвиняю... Ни в чем... Но... Знать... Это... Крайне важно... Потому... Потому... Что... Вполне вероятно... Это... Может быть... Э... Э... Той... Средой... Которой... Э... Обратно... Говоря... Сейчас... С... Мужиной... С... И... Так... Анализ... Ваших отношений с мужем... Необходимый опыт... Который вам нужно извлечься из того, что произошло... Он был в браке 20 лет... Я в 8 лет... 20 лет это очень... Большой... Срок... И... Важно понимать... Э... Что... Подобные вещи... Э... Э... От... Нагладывают... От... Нагладывают... Отпечаток... На... Человек... В любом случае... Потому что... Это привычка... Это образ жизни... Это определенный... Характер... Человек... Вот... И... Если... Соответственно... Не принимать этот расчет... Да? Если... Не... Я отведу... Его... Его... Бэкграунд... Его... Изсору... То... Можно... Неверно... Воспринимать... Человеком... А... Человек... Этот... Является... Тем... Кто... Просил... За... Своей... До... Своей... Скорее всего... Даже больше... Потому что... Это только то, что он был в интернете, а в отношениях, наверное, был ещё больше. Вот. То есть идея здесь в том, чтобы вы вот вообще более чётко себе представляли то, с кем вы имеете дело. Потому что есть у меня такое подавление, что они имеют. Подзнакомились, когда я уже три года как была свободной, он несколько месяцев с его слов, как год были осуждённые отношения с женой, инициатором была она. Вот в этой части чувствуется, что вы своему мужчине не доверяете. Вот такое ощущение у меня складывается. То есть вот чувствуется, что вы как будто сомневаетесь в правоте, сомневаетесь в искренности человека по отношению, например, к вам. Или по отношению, допустим, к нему с мамой. То есть такое ощущение, да, что вы боитесь, что человек вас грубо говоря предаст. Вот. Вот. Вот проблема с доверием. Что такое доверие? Ну, для большинства людей доверие это ориентир на другого человека. Это такая история, когда партнёры в отношениях, ну, вообще, так говоря, рискуют стать зависимыми друг от друга, что в общем-то и происходит с вашим, с вашим, ну, с вашим мужчиной. Почему он зависим от вас, да, почему он вас контролирует и почему он не доверяет вам. Промыть его не доверяет в себя. Почему бесполезно пытаться доверия вот как-то, ну, условно говоря, ну, как-то завоевать, да. Почему? Потому что, если человек вам не верит, то он еще не поверит вам. И, абсолютно, вот, никакого смыслу нет. Пытаться его переубедить, это наоборот, только лишь будет такого человека убеждать в смысле, что он прав. Видать в смысле, что он действительно верно все понял, все верно, понимает и вообще он знает все, а вы не знаете ничего. Вот. Здесь ваша ошибка, она здесь вот заключается в том, что вот вы, ну, вы так же как и он, по сути, не доверяете себе. Вот. Это такая, на мой взгляд, серьезная трудность, серьезная проблема. Вот. Потому что вы оба, вы оба можете сперетребовать, да, оба можете, ну, друга друга сперетребовать. Вот. И обещаться, не получая этого. То есть, обратите, еще раз, да, обратите, вот, пожалуйста, свое внимание, да, на то, что, вот, нет доверия. У вас нет доверия к, ну, вот, к нему, к, ну, к мужчине, нет доверия. Ему вы не доверяете. Вот это связано с тем, что вы не доверяете себе. Вот. И, соответственно, поработать над тем, чтобы научиться себе доверять, очень важный момент. Вот. Понимаете, да, о чем будет речь. Дальше. Сходили тяжело, он сильно осторожничал, скрывал информацию в спине, никто не знакомил. Что имеем? Так, ну, вы здесь пишите о том, что человек, значит, может, скрывал информацию в себе. Если расходился с вами, он, тяжело. Ну, достаточно. А вот. А почему он это делал? А почему вообще-всего человек боялся? Ну, это достаточно важный момент. То есть, вот. Достаточно важно отдавать себе отсчет. Потом, что человек боится. Вот. Ну, боится он, понятно, ничего. Боится он боли. Скорее всего. Скорее всего, здесь именно вот такой страх боли у человека. Так. Дальше. Что имеем? Живем доспоро отдельно, видимся не часто, он и я живем, ну, через полтора года. Ну, смотрите. Что значит? Конечно. 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 Чувствуется, что вы недовольны. Ну, в ситуации. Чувствуется, что вы недовольны. Ну, не совсем понятно, недовольны вы чем. То есть, как бы, вы недовольны, например, ну, тем, что вы живете с мамой или тем, что молодой человек живет с мамой. Потому что, если, если вы недовольны тем, что сами живете с мамой, то это ну. Это ну. Это ваша ответственность, что вы живете с мамой. Сами. Если вы недовольны, что молодой человек живет с мамой. Ну, это больше про то, как вы переносите на него, ну, свои требования. Вот. Которые вот именно у вас есть. И я не считаю, что это обязательно плохо, да. Я не говорю, что это, правда, обязательно плохо. Но я говорю о том, что от того, что вы переносите свои требования на человека, как бы, ну, как бы лучше, лучше вам не будет. Вот. А комфортнее, спокойнее вам не будет. Вот. Дальше. Так. Снимать квартиру он не хочет. Ну, вот. Вопрос. Да. Почему он должен снимать квартиру? Не, ну, вы можете сказать, конечно, что он мужчина и все такое. Я с вами спорить не буду, но есть одно но. Дело в том, что, да, он мужчина и, да, возможно, он должен был бы снять квартиру. Вот. Вот. Но. Он этого не делает. Если он этого не делает, значит, ну, вероятно, значит, вероятно не хочет. И, соответственно, возникает вопрос, если человек не ведет себя так, как, например, считаете вы, он должен себя вести. Важно это мужчина в таком случае. И получается, что вы жертвуете с собой, находясь рядом с ним. Это опять же звучит, как обвинение. Отвучит, как обвинение. Отвучит, как обвинение. Типа, что вот. Ты не хочешь на квартире. Ну, мужчина может быть и правда не хочет это делать. Важно немножко другое. Что вы. Ну, считаете, что он должен это делать. Вот. Вы, вы его, там, грубо говоря, обвиняете в этом вас, грубо говоря. Ну, копится вот какое-то неудовольствие. Вот. От этого, от этого копится. И, вы не можете быть, ну, собой, да, вы не можете быть, эм, самой собой, вы не можете быть естественными. Из-за этого. Вот. Ну, в том числе, конечно. В том числе. Дальше идём. В летний период, когда мои квартиры свободны, виделись очень часто, постепенно рассказал всё о себе, познакомым с родным братом. Что именно рассказал всё о себе и насколько это для вас важно. Спамы его до сих пор не знакомы. Хотя в гостях у него была, но она точно знает о том, что я существую. Ну, опять же, здесь у меня вот такое ощущение, да, что вы сготетесь не столько вот к человеку, хотя и, безусловно, к человеку тоже, а сколько вот к окружению. То есть, очень важно вам окружение, очень важно вам, чтобы вот, ну, чтобы было окружение, вот, чтобы, ну, интегрироваться, как бы, собственно. Дальше, значит, так, в отпуске ездили вместе, он раз настаивал, чтобы мой ребёнок поехал с нами, могла оставить с мамой. Только моим он налаживает отношения. О будущем говорить, что будем жить вместе, распишемся, смущает тот факт, что видимся редко. Кого смущает? Вас или его? Эм, кто смущает, кто смущает этому факту? А вы говорите, что видитесь вы редко, но при этом мужчина делать ничего не хочет, и вы не хотите делать ничего для этого тоже. Я так полагаю. И возникает вопрос, да, опять же, а хотите ли вы быть вместе здесь? Ну, то есть, получается, что никто из вас ничего не делает, чтобы вместе быть. Это, вроде как, такая игра. Перекидывание горячей картофелиной. Вот. Вот. В интернете про эту игру она называется, по-моему, горячая картофелина или перекидывание. Но если вы напишите просто, вот, психологическая игра горячая картофелина, я думаю, найдёте то, о чём я говорил. Дальше. Причиной, причиной, то, что живём на разных концах Москвы и работаем разные графики, которые не совпадают, я не считаю. Анна, ну, вы можете, может быть, действительно не считаете это причиной, да, может быть, для вас это не причиной, но почему тоже самое должно быть и для вашего мужчины, для меня есть личная загадка. Почему? Ну, вы не считаете причиной, а он это считает причиной. И всё. Разве, условно говоря, этого недостаточно, что он это считает причиной? То есть, тут, конечно, вот, вопрос. Вопрос, не совсем понятный вопрос. То есть, ну, хорошо, вы можете не считать причиной, вот, то, что вы перечислили. Вот. А он, он, он считает это причиной. Вот. Как, 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 как? Вы здесь ориентируетесь на его мнение или на своё? Если на его мнение, то оно такое, если на своё, то оно, ну, если на своё мнение ориентироваться, то мужчина, получается, ваши взгляды не разделяет. Вот. И... Вы, на мой взгляд, не делаете выбор свой. Вот здесь. То есть, человек явно с вами не согласен, вы это вроде как принимаете, но в то же время не принимаете. Говорит, что любит, но вместе не живём, с друзьями не знакомят. Ну, проживание, знакомство с друзьями, любовь никак не определяет. Это всё же разные вещи. С моими родственниками тоже знакомиться не хочет. А зачем? Как это вообще связано с любовью? Когда встречаемся, всё супер. Не можем надещаться друг другом. Но это больше бы хоть и не страст. Когда расстраиваемся, сначала общаемся отлично, потом начинаются ссоры, и как финал ссор встречается со своими подругами и так далее. Ладно, ну, в ссорах участвуете и вы, и в ссору вносите свой вклад вы. Поэтому ссоры это не хорошо, безусловно. Но разобраться с причинами ссор, хотя бы с вашей стороны, вполне возможно. То есть, почему я? Вот именно я. Ссор. Дальше. Значит, ситок. Встречайся со своими подругами, общайся со своими коллегами, пошла на корпорацию вся трагедия и изменила не меньше. Это страх близости. Страх близости. Попытка предопределить то, что может случиться. НГС буду встречать с подругой, после еду путешествовать, при том, что вместе ссор не будем он работать, ну или там, он так говорит, недоверен. В общем, изводит нервы. Нет, это вы позволяете ему изводить нервы, а здесь, то есть тут, вот, вы в роли жертвы такой подстаете. Вот. Я бы вам порекомендовал бы треугольник Гартмана изучить. Я объясняю, реально нет измен, из разговор в разговор, ну и налаживаю отношения с бывшим мужчином, тренером, начальником и т.д. Ну, как я и говорил, про объяснение это никакого эффекта не даёт, объяснение не даёт эффекта. Усталость, сил нет, расставаться не хочу, от чего устали и почему не хотите расставаться. То есть это по факту есть жертвенность. Либо вы не расстаетесь, принимаете мужчину таким, как он ест и делаете, как он говорит, потому что он эту проблему не видит, либо вы расстаетесь. Вот. Но без безусловного принятия человека не получится. Да, вы можете своим поведением через более тонкую простройку личных границ учить человека доверию. Но вы, вас почему-то это как бы утомляет. Вам это даже тяжело. Но вот с этим можно поработать. Это было достаточно легко, легко. Сейчас если вы устаёте, значит что-то идёт не так. Вот. Что-то вы цепляете эмоционально. Какие-то вещи. А что это эгоизм, манипулирование, ревность? Или сказать не может, что хочешь расставаться и что-то сделаю я. Но это скорее последнее. Это про ваши собственные страхи. А так в принципе всё вместе. По большому счёту не имеет значения, что является причиной такого поведения. Имеет значение, что оно само по себе. Такое поведение. Попросту есть. И с ним нужно что-то делать. Вам. От этого всё. Я надеюсь, что мой ответ будет на вас полезен. Я желаю вам всего доброго.